Мы около христианин, как бы, возле христианин, но еще не сам христианин. Потому что христианин это тот, кто действительно понимает цену крови Христа и силу крови Христа. Кто действительно знает, что спасен он по благодати через веру в Иисуса Христа. Что кровь Христа, агненца Божьего, она омывает его от всякого греха. Что спасаемся мы не сами, не как-то еще, не какими-то усилиями, а только лишь через кровь Иисуса Христа. И эта божеская кровь, она действительно творит чудеса. Мы ей пропитываемся. И действительно поле брани, это наше сердце, это наш разум. Размышляем об этом давайте, друзья, больше. О чем ты размышляешься, тем ты пропитываешься. Какие твои мысли, таков и ты. Это даже не верующие люди замечают, а верующие должны это знать уже, как о все. Хорошо, дамы и господа. И хочу благословить вас, благословить и крещаемых, тех, кто уже крестился уже. Просто Бога за все поблагодарите. И практикуйте дальше ваше погружение в Него. Пусть крещение, как в смысле погружение в Него и пропитывание им будет нашим ежедневным трудом нашим, христианским. Пусть Господь Бог благословит. И хочу благословить стихами благословения священников, благословения Ааронова. На русском языке пою это благословение, на разных языках люблю это петь благословение, но особенно приятно петь на еврейском. Перефразируя к Маяковскому, можно сказать так, еврейский я бы учил только за то, что им говорил сам Мессия. И тем более, что слова этого благословения имеют столько значений, которые относятся ко всему человеку, ко всему бытию человека. И дух, и душу, и тело Господь да сохранит пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светом лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благослови народ свой миром, посетив виноградник, насажденный Твоей рукою и благослови нас. Благослови Господь Божий крещаемых. Благослови Господь. Завтра это крещение водное. Благослови крещеных, обещавших уже и спрашивавших у Тебя доброй совести, которой есть Ты Господь, Мессия. Бог всемогущий и позволь нам пропитаться Тобой и пропитываться Тобой Твоим Словом, Твоей истинной Божией непрестанно во имя Иисуса Христа. Да, потому что кто Духа Христова Твоего не имеет, тот и не Твой. Боже всемогущий, да не будет среди нас таких нехристей, да не будет среди нас учестивых. Боже, пусть Господь в жизни и судьбе каждого из нас будет эта блаженная пропитка, Боже, Тобою, Твоей кровью, Твоей плотью. Потому что мы плоти от плоти Твоей, кровь от крови Твоей, Господь. Благословен Ты, Бог наш, ибо возмездие за грех это смерть, а дар Твой, Божий, это жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему. Аминь. 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 Друзья, все, кто завтра водное крещение, у вас есть еще одна ночь. Которую вам надо подумать, поразмышлять. Действительно, это очень важный момент и период каждого из вас. Вам реально надо понимать и осознавать, что вам завтра придется решение принимать. Вы знаете, вот в армии принимают призывников, и у них есть там период, по-моему, 40 дней учебка, да? Или там сколько там, 40 дней или 50 дней. И на период этой учебы они еще не военно обязаны. Не могут там отворить кое-что. И как бы из этой, если оно не суть, имеет значение военных каких-то определенных нарушений, то их не посадят. Но когда приходит момент присяги, он там обезуется, он обещает, и он подписывает. Подписывает и дает перед Родину, перед Отчизной, или так можно назвать, обет. И обезовывает себя исполнять все приказы и так далее. И смотрите, если за 2 года или 1,5 года, или сколько там он должен служить, если он нарушает, то его могут посадить не по гражданскому суду, а по военному, того, который внутренний. И знаете, я хочу вам сказать, что вот, может быть, вам что-то исходило с рук до этого. Я не пугаю, но я вам просто обязан говорить, что вы должны очень серьезно к этому вопросу внестись. Но то, что после погружения с вами будет, вы сразу, автоматически будете врагом номер один для Дьявола. И все, что вам раньше исходило с рук, вам это не сойдет. Я, знаете, лучше, знаете, пусть будет, может быть, выглядеть как-то слишком, но я хочу вам сказать, что есть другая еще сторона медали. Жизнь с Богом. То, что вам раньше не удавалось, вам это удастся, просто надо сказать, Господь, вот я, вот мое сердце. Я желаю, и я согласен с тобой. Аминь. И когда ты скажешь, и Бог видит в твое сердце искренне, то Бог с тобой поступит точно так же, искренне. А если ты переобуешься, это я уже говорю на мирском, ну, надо иногда говорить на таком языке, оденешь маску, и станешь святым, только в маске святым, и будешь по воскресеньям, по пятницам, верующим номер один, элита. Но в телах, в сердце, ты будешь лукавить. То Библия говорит о том, что Бог с лукавым по лукавству. И не обижайся, если у тебя в деле не так пойдет. Не обижайся в том, что если ты захочешь там жениться, или замуж, или там дом, или там работу, и за что ты не возьмешься, у тебя все будет разрушать. Не обижайся. Не обижайся. Так тому и быть, потому что Бог хочет с искними делать. И написано еще, что только сердце чистое, можно Бога вызреть. Если твое сердце будет чистое, поверь, я могу тебе гарантированно благословенную жизнь. Тебе гарантированная жизнь без проблем. И все, что у тебя раньше не получалось, тебе только раз сделалось. Раз и получалось. Вы знаете, прямо перед служением, я просто хочу вам сказать, это действительно Бог, это невозможно. Я даже когда были времена, я был в политике, я многие вещи не мог сделать. То, что сейчас происходит, то, что Бог делает в моей жизни. В служении, которое Бог мне доверил. То, что вокруг меня творится. А знаете почему? Просто сказал Господь, да. И сказал дьявол, нет. И я хочу вам сказать больше, что все, что я хотел и хочу делать, Бог этого не хочет. И все, что Бог хочет, я этого не хочу. Но я говорю, как Павел, что хочу не делаю, и что не хочу делаю. Поэтому, знаете, не моя воля, да будет Твоя, Господи. Знаете, и потом я вижу, и потом только успеваю благодарить Господи. Спасибо, что Ты дал мне силы принять такое решение. Господь, спасибо, что Ты мне дал силы принять такое решение. Потому что на самом деле я хочу признаться, что практически ничего, то, что хочу делать, потому что, когда я только озвучиваю, вот некоторые вещи, даже некоторые вокруг меня не соглашаются. И я понимаю, что, ну, иногда безумные идеи. Но послушайте, мы должны быть безумны ради Христа. Аминь. Мы должны для Него быть безумны. И пусть мир тебя не поймет. И завтра, некоторые из вас, я хочу вам сказать, вас многие не поймут. Завтра, после завтрашнего дня, многие вещи в вашей жизни, те, которые будут в водное крещение, которые примут решение, потому что там будут сказаны некоторые вещи, очень важные, очень важные вещи. Обещаешь ли ты служить доброй совести? Не просто говоришь ты, или даешь ты слово Богу, а обещаешь, там не просто, обещаешь ли ты служить? И когда ты скажешь, да, ты погрузишься. И потом в духовном мире выйдет новое творение. Во Христе Иисусе. И все древнее, оно уже позади. Наркотик, алкоголь, сигарета, блуд, воровство, убийство. Ну, все, 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 оно уже позади. Там останется, там оно погрузится. И видит нового человека. И вот этот новый человек, Бог возьмет и начнет с ним что-то творить. Он начнет его переплавлять, обновлять, очищать. Самый главный процесс начнется вот после. Вот самый главный. До этого вы, знаете, благодать для вас была. Я, даже были моменты, когда говорит, Господь, что я пока еще и водное крещение не получил. Все классно, все шло. Мы становимся взрослыми. В духовном мире мы начинаем. Бог дает решение. Он дает, говорит так, ты должен уже принимать решение, ты должен, ты уже взрослый. Но послушайте, я не жалею об одном, что я сделал. Потому что моя ветхая, моя все старое, оно там погрузилось. И я хочу больше сказать, что после этого у меня были перепады, такие взлеты и падения. Я хочу вам, лучше вам, я врагам своим не жалею, не желаю пройти то, что я прошел. Лучше вам сказать, просто дьявол, нет на все тысячи процентов. Развернуться на 360 град, заварить эту дверь и никогда больше ее не открывать для дьявола. Никогда. Никогда вам не надо открывать. Просто ее закрыть. И все, и забыть о ней. Монолит, сталь, что вы там придумаете. Но пусть эта дверь будет закрыта. И пусть всегда будет открыта для Господа. Всегда. утром, Господь, я вот, мое сердце, возьми меня, лепи меня, делай, что хочешь, твори из меня. пройдет время, пройдет время, есть слово такое, и это вам сегодня. Не слышал ваше ухо и не видел ваш глаз, что Бог приготовил для вас. Аминь. Поэтому я очень верю и очень надеюсь и понимаю, что для некоторых, может быть, действительно очень волнующие. Я знаю, вот некоторые, не буду говорить имена, которые я знаю, что очень волнующий момент. И переживают, и я хочу вам сказать, вот те, которые, вы сами понимаете, о ком идет речь, Ребят, я хочу вам сказать, вы, насколько вы искренне с Богом, настолько вам Бог перевернет вашу жизнь. Просто перевернет. Вы даже, я не могу вам сказать, когда это произойдет, день, все сроки у Господа. Ну, реально ваша жизнь перевернется полностью. Вот так, полностью перевернется. И мы, вот мы все, вот свидетели тому, что произойдет с этими людьми. Потому что их жизнь реально кардинально будет меняться. Кардинально. И то, что мы даже не могли представить, мы это будем видеть своими глазами, мы будем тому свидетели. Потому что дьявол, дьявол, он хотел уничтожить некоторых. Некоторых. Сильно. Сейчас, в этом году. Он хотел просто разрушить полностью. Но Бог не дал тому. Бога есть другие планы на нас. Бога есть планы на всех нас. И Бог хочет из нас слепить и сделать новое. Аминь. Аминь. Поэтому я надеюсь, что вы эту ночь переспите в размышлениях. Вы думайте, будьте думать. не завтра, в 9 часов. В 9. Я хочу, чтобы вы относились к этому сегодня. 9 часов. Я водное решение проходил километров около 200, нет, около 150 километров от дома. Вы знаете, мне пришлось ехать с Измаила до этого города, до этого, в багажнике. Потому что машина была такая война. И была загружена всякими. И вместо мне было так в багажник. Но я падавался, потому что я ехал оставлять свою ветхую туда, греховную жизнь. Поэтому я всю дорогу в молитве Господи. Я реально ожидал, что сейчас меня окунут туда, я выйду, я увидел голуби и все. Я хочу вам сказать, я физически голубей не видел. Но я отключился и я представил, как небеса открыты надо мной. И как небеса просто ликует ангела, что новое творение во Христе Иисусе родилось заново. Я почувствовал это. Конечно, я вол там тут как тут в этот же день. Ну, послушайте, я знал, что я новое творение. И он напоминал мне всю мою жизнь. Я знал, что я новое творение. Аминь. Поэтому давайте мы поднимемся. В завершение мы совершим молитву. И мы завтра в 9.00. Внимание, пожалуйста, в 9.00. Мы встречаемся по адресу парк Свергарова в здании народной церкви. Там у нас пойдет водное прещение. Поэтому будет завтра все все